Ты должен защищать меня, вот эту бабушку, вот этих детей, говорю, сними тряпку с лица, встань, говорю, за нас горой, скажи что-нибудь, что ты рот себе тряпкой закрыл, мужик, говорю, называется, ты присягу давал защищать вот меня и всех остальных, а ты стоишь, рот тряпкой закрыл, еще мне закрываешь, я говорю, завтра тебе скажут на коленях ползи, тоже поползешь, он, поползу, если надо, я говорю, вот и ползи. Вы что, мне опять пытаетесь навязать волю на моего ребенка свою? Это мой ребенок, не ваш, я за него отвечаю, вот тогда я понял, что такое воля, она тебе еще раз подсказала, вырази свою волю, она прям чуть ли не на коленях у тебя выпрашивала твою волю, ну, они говорят, без правки нельзя, а ты говоришь, а я хочу, чтобы он прошел без правки. А я вам запрещаю нарушать мою волю, я требую, немедленно запрещаю нарушать мою волю. Она ничего не может сделать, она обязана выполнить твою волю. А мою волю нарушать нельзя. Говорила волшебную фразу? Конечно, я хочу. И после этой волшебной фразы включаются какие-то необъяснимые механизмы, я не знаю, то мне впервые сами предложили между строчек написать. Надо правильно формулировать свое желание, я говорю, вы не поняли меня, я хочу красной пластой писать. Вот, вот это воля. А изначально надо было сразу сказать, вам надо, вы идите. Либо что-то делаешь, либо встреваешь, и я говорю такую фразу, под принуждением, под угрозой, под вашу ответственность. Он тут же перемещается в ту реальность, в которую он заказал. Никак, пусть сюда не ходит. Ни хрена себе. Вот вы же сами себе делаете вот там плохо, да? Вот как только ты сказала, а я хочу, они сами не понимают, что с ними происходит. Сейчас все взрослые стали как дети. Им что сказать, что они делают вообще? Впервые пришел вольный человек, у которого есть воля. Молодец, я прям как это, какой-то фильм посмотрел. И оно мне прям в руки дает, я беру, и мне аж не верится, понимаешь? Ага. И я тут, вот тогда я понял, что такое воля. Что такое проявление, выражение своей воли. Вот директор, тебе то же самое намекала. Да, вот. Пустите своего ребенка в школу. Надо было сказать в этот момент, я хочу, чтобы мой ребенок ходил в школу без всяких справок и прививок. Да, да. Все. Я хочу, чтобы мой ребенок ходил в школу без всяких справок и прививок. Да. Все. Да. Вот видишь, просто мы еще не умеем слышать между строк. Они мне сегодня вот, что одни говорили, что другая. Мне говорят, пустите ребенка в школу. Она прям мне так, пожалуйста, ну пустите. Я еще так удивляю, я так еще это думаю. Давай, подожди, подожди. Давай вместе подумаем над этой фразой, да? Пустите своего ребенка в школу. Да. Что для этого нужно? Ну, во-первых, тебе там дома надо сказать, ребенок, иди в школу. Я хочу, чтобы ты пошел в школу. Так. Он идет в школу, его там тебя не пускает, заворачивает. Ты приходишь, говоришь, ну они говорят, без справки нельзя. А ты говоришь, а я хочу, чтобы он прошел без справки. Так, вот. Ну, в общем, слушай дальше-то. Она же меня дальше-то крутит, мучит. Вызвала уже себе на подмогу медичку. Угу. И, значит, вот я и говорю, слушайте, вот где уже 4 разных вида. SARS-CoV-2, 2019, COVID, просто COVID-19, там, N-CoV. Короче, вот такие разные названия. Она говорит, сейчас у медиков спросим. Да, ну, значит, пришла и... Коронавирусом они еще придумали. Да, да. Коронавирусная инфекция. Да. И она, значит, объясняет таким образом, что, например, SARS-CoV-2 это... Как она там это сказала-то? Это реактивы какие-то, типа. На вот этих палках, которыми они там делают, или там тестах. Ну, то есть это разные виды проба вот этого вот... Как его? Ну, я не знаю, макаронавируса. Это самое. И тут, как директриса сидит, свой телефон. Ой, вот, я же сдавала, слушайте, вот этот вот N-CoV-19, это вот так вот из пальчика. Вот, я сдавала, вот так. Он прям быстро делается, 10 минут. Давайте я оплачу сама лично. Она мне говорит. Я говорю, нет. Вы что думаете? Я, если мне будет надо, я сама, что хочешь, оплачу. Я говорю, тут дело не в этом. Я говорю, вы меня услышите. Послушайте, что я вам говорю. Дело совершенно не в этом. Вам завтра скажут еще что-нибудь. Вы дальше будете делать? Слушай, это была очередная попытка навязать тебе свою волю. А давайте я решу за вас, что делать с вашим ребенком. Надо было ей сразу так же, прям открытым текстом говорить. Вы что, мне опять пытаетесь навязать волю на моего ребенка свою? Это мой ребенок, не ваш. Я за него отвечаю. Нет на то моей воли. Да, да, да. Ну, вот, в общем. И в итоге они мне одно да потому, и вот это вот бу-бу-бу, я говорю, нет. Не будет этого. Я сказала, что либо вы мне сейчас даете какой-то документ, либо мы, значит, будем как-то по-другому с вами разговаривать, да. Они, хорошо, мы до пяти часов вам напишем. Я говорю, я не знаю, что вы там будете писать. Пишите, что хотите. Мне нужна бумага. Все. А уже потом я подумаю, что я буду дальше делать. И она мне опять, пожалуйста, я вас только умоляю, пожалуйста, не переводите его ни на какое другое обучение. Да он же у вас вот такой хороший мальчик, вот, вот только отпустите его учиться сюда, к нам. Я говорю, я подумаю. Она тебе еще раз подсказала, вырази свою волю. Ага. Ну вот, видишь я между строк, вот не слышу. Вижу, видишь ты, вот, молодец, мне сейчас говоришь. Я говорю, в общем, ладно, жду от вас чего-то там, что вы там накорякаете, дальше это самое, буду уже посмотреть. И ухожу, все. Проходит два часа, я уже на работу приехала, сижу. Звонит телефон. Я обычно не беру, знаешь, там какие-то номера, а тут звонит, не знаю, что мне дернуло взять. Я беру и запись нажимаю сразу. Она мне, значит, такая... Мне вот пришел на электронную почту справка с поликлиники. Да-да. Вот смотрите, что справку прислали с поликлиники, что вас сегодня осматривали, что ли? Да, да. А вот написали, что выдано в том, что на протяжении 15 дней учебы, случаев инфекционных заболеваний, возможно, контактов с носителями не наблюдалось. 8 числа. Пускай идет в школу. Так, еще раз я прослушала. В поликлинике прислали справку. А по ПИД-окружению? ПИД-окружение все чистое у вашего ребенка написали. Ага, то есть все нормально, в школу ходить можно. Ну, написали случай контактных заболеваний, возможных контактов не наблюдалось. Да. Отправьте его в школу, пускай идет в школу. Отправить успеет, время 2 часа. Отправьте его в школу, пожалуйста, пусть идет ребенок в школу. Хорошо, я сейчас справку передам медику. Все, хорошо. А сегодня его осматривали, да? Да, я же вам рассказала. Мы пришли, конечно, мы же пришли. Я же как мама, которая заботится обо всем. Она посмотрела ребенка, да? Да, 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 да. Просто они мне какие-то условия вот именно выставляли. Я как бы на это... Ну, сейчас по электронке прислали. Давай в школу идет. Все, ну все. Замечательно. Все нормально, значит, Пусин быстренько бежит в школу. Я говорю, а, все, вам справку дали? Она говорит, я говорю, что я не поняла. Она мне там что-то... Она сбивается, не может даже прочитать, что в этой справке написано. Она читает, сбивчиво, что-то там... Да-да-да, я говорю, подождите еще раз. Я говорю, не поняла, что она там... Она... Ну вот, ла-ла-ла, я говорю, то есть, все нормально? Все, в школу идем, да? То есть, вам дали справку. Она... Да, да, все, мне прислали справку. Я говорю, ну все, хорошо. Все, пожалуйста, пожалуйста, отпустите его в школу. Пусть он идет, пожалуйста, пусть он придет в школу. Да, ну, у тебя прям чуть ли не на коленях у тебя выпрашивало, твою волю. Вот, понимаешь, третий раз я такая... Так время два часа, ой, что, он успеет, что ли? Ну ладно, пусть ходит там на пару уроков. Сейчас, говорю, отправлю. Наконец-то. И все, вот. Тебе еще надо было тут же потребовать. А почему вам прислали? Мне тоже надо, чтобы прислали. Перешлите мне. Нет, вот, я, вот, я ей следом перезваниваю. Пришлите мне на почту справку. Правильно. Она мне прислала. Вот, вот это воля. А изначально надо было сразу сказать, вам надо, вы идите. Вы запрашиваете и мне заодно прислите. Ну вот, видишь, вот мы с тобой сейчас разобрались, теперь я вот урок усвоила уже лучше. Вот, запомни, пересмотри, фильм называется «Ослепленный желаниями». Не видела фильм? Ой, нет, конечно. Посмотри, очень важный фильм на эту тему. Посмотришь и все поймешь. Там мужчина влюбился в девушку, короче, и тут же к нему явился дьявол и говорит, давай заключим контракт, я исполню 7 твоих желаний любых, а ты взамен мне свою душу дашь. И он подписал, не глядя, потому что там гигантский контракт. И говорит, ну что, давай, заказывай. Он говорит, я хочу быть богатым там, знаменитым, все дела, короче, влиятельным. И чтобы у меня женой была вот эта девушка. Все, бац, короче, хоп, он такой, весь такой сеньор какой-то, в какой-то Мексике там или в Испании, короче, не знаю где. Короче, он богат, у него шикарный особняк, жена, все дела. А потом оказывается, что наркобароны, и вот он уже пристрелить хотят, понимаешь? А там смысл фильма в чем? Вот он, когда делает очередной заказ, да, он говорит, вот надо, чтобы богатый там, то, все, влиятельный, не наркобарон, там уже следующее желание и так далее. Говорит, говорит, а дьявол ему подсказывает, говорит, не хватает в самой малости, он говорит, а чего? А она говорит, два слова, я хочу. И как только он говорит, я хочу, бац, готово, он тут же перемещается в ту реальность, в которую он заказал. Ну все, все, просто видишь, я это, блин, я это поняла уже, я знаю, что это работает. Вот, недавно в магазине, в тот же день, когда я ездила, в этот же день я там же была в магазине, только в другом. Стою в магазин, зашла с ребенком, купила там хлеб, молоко, сок, ну вот такие вот, как бы, продукты. На кассе они, главное, сразу. Не будем обслуживать, одевайте маски, не будем обслуживать, одевайте маски. Ну, я как стояла, так и стою. Подхожу, ей продукты пододвигаю, она, оденьте маску. Я говорю, зачем? Она, я не могу, я не буду вас обслуживать. Я говорю, а я вам запрещаю нарушать мою волю. И навязывает мне ношение всяких там масок. А, она нажимает на кнопку, прибегает там какая-то тетка. Ну, конечно, у нее на подбородке, она мне, оденьте, я говорю, что оденьте-то, она, ну, маску. Я говорю, вот такую тряпку, как у вас на лице, что ли, тут-то сюда одеть, на подбородок. Она раз ее поправила. Я говорю, зачем она вам? Она молчит, не стала со мной разговаривать, пошла. Я говорю, давайте мне документ на основании чего, у вас такие тут требования. Они мне дают, значит, ну, этот документ. 133-й губернатора, вообще ферня-ферней. Это мало того, что там вообще ничего не написано по этому поводу. Так, там, короче, что-то беременные, что-то там 65 лет. И приезжие что-то должны самоизолироваться. То есть там вообще нет ни слова, ни полслова. Это, говорю, первое. Второе. Ни подписи, ни печати. Я такую дома распечатаю, вам принесу. Ну, и все. И эта тетка-то опять на кассе сидит. Я говорю, значит, я требую немедленно посчитать мои продукты первой необходимости. Говорит о том, что там рекомендательный характер носит. Я веду видеосъемку, видеофиксацию. Там написано, рекомендательный характер носит. Почитайте, пожалуйста, распечатайте. Я тут при чем? Где у вас написано, что не обслуживает? Дайте мне этот документ. Документ мне дайте такой. На основании чего? Основания какие? Трудно. Я почему должна выполнять непонятно что? А я почему сижу полгода, уже 9 месяцев в маске. Что вот это такое? Сейчас посмотрим. Я не знаю, зачем вы сидите. Что это такое? Это документ? Это копия. Это документ? Да. Это документ? Да. Это юридический документ? Нам то, что вы дали. Вот это юридический документ? Нет, что вам делать нечего. Да. Вы нарушаете мои права. Я вам запрещаю их нарушать. И требую немедленно выдать мне мои продукты, за которые вот вам деньги. И вот вам деньги забирайте. А я пошла. Я говорю, запрещаю нарушать мою волю. Все, она берет и продевает. Я хочу. Понимаешь? Вот, я хочу, надо говорить. Ты вот столкнулась вот опять же с этим, с одним из семи желаний. Перед тобой явился дьявол и пытался соблазнить тебя на какую-то фигню, понимаешь? И ты вот этим своим словом «я хочу» переместилась в другую реальность, в ту, которую тебе надо. Вот и все. Она ничего не может сделать. Она обязана выполнить твою волю, понимаешь? Да, 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 да. И вот, и я, значит, ну, пока мне тут считают, там, кто-то и очереди. Ага. Какой там мужик, по-моему, что трудно одеть, что ли? Это, я говорю, одеть? Да нет, не трудно. А зачем? Я говорю, вы все. И уже, знаешь, такая стала, как на концерте. Это, и ко всему залу. Я говорю, люди. И они все на меня смотрят. Я говорю, скажите мне все вы, зачем у вас тряпка на лице? Мужик, объясните мне, пожалуйста, я не понимаю. Мужик. Да все мы понимаем, что это тут разэтывалось. И где уже? Я говорю, а ты, мужик называешься, ты должен защищать меня, вот эту бабушку, вот этих детей, говорю. Сними тряпку с лица, иди, блин, это самое, встань, говорю, за нас горой, скажи что-нибудь, что ты рот тебе тряпкой закрыл. Мужик, говорю, называется, ты притягу давал защищать, вот, меня и всех остальных, а ты стоишь, рот тряпкой закрыл. Еще мне закрываешь, я говорю, завтра тебе скажут на коленях ползи, тоже поползешь? Он, поползу, если надо. Я говорю, вот и ползи, а мне нечего указывать, что мне делать. Ползи отсюда. Я говорю, вот ты и ползи. Я говорю, а мою волю нарушать нельзя, указывать мне, что мне делать, о чем мне носить, о чем не носить. Я говорю, зачем вы это все нацепили себе на морды? Я говорю, вы же понимаете, что это вам просто кляп, народ повешали, рты вам позакрывали, а вы соглашаетесь на это, сколько вы будете молчать, вы продавцы, вы люди, которые пришли за хлебом. Этот кляп нужен в первую очередь, чтобы человек не то, чтобы не смог, чтобы он даже не захотел слово «я хочу» произносить, понимаешь? Свою волю высказать. А человек от животного отличается в первую очередь умением разговаривать, произносить свою волю, доносить свою волю до других. А вот этой тряпкой, получается, нам закрывается, пытается закрыть рты и заткнуть, так скажем, нашу волю. Ну, в общем, я там выступила, как на концерте, вот аплодисментов еще вот мне не хватало. И все, вот я развернулась и пошла. Вообще, молодец. Я прям как это, какой-то фильм посмотрел. Да? Замечательный. Ага. Вот. И нет, оно есть. Я знаю, что это работает. Вот именно воля моя, именно так, как хочу я. Просто я иногда, блин, то ли задуваю, то ли меня где-то кто-то, знаешь, сбивает с этого настроя, то ли я сама куда-то там пролетаю, проваливаюсь или что со мной происходит в этот момент, что я, знаешь, как будто не слышу. Они же мне несколько раз говорят, ты понимаешь? Они мне говорят, говорят, просят, просят, а я мимо ушей. Да, ну, через это надо пройти, и причем несколько раз, чтобы прям укоренился этот опыт. Вот я после ЗАГСа вышел, я вообще в шоке был. И после этого, в принципе-то, и не применял нигде еще вот это свое слово, я хочу. А, нет, подожди. Нет, не применял, но в поезде до меня докапывались этим с термометром лазерным. Ну, я руку выдвигал, то есть, я говорил, стоп, мне это не надо. Ну, то есть, вот так вот свою волю проявлял. А вообще надо запомнить вот эти два простых слова. Я хочу. Я хочу без этого ехать, все. Не надо мне никаких градусников. Я хочу быть здоровым, чтобы вы меня не подозревали ни с чем. Все, я хочу без этого. Все, идите дальше. Ну, да, да, да. Да, надо правильно просто, я уже заметила, что надо правильно произносить свои вот эти вот... Я же говорю, я когда вот этот фильм, вот этот фильм «Ослепленный желаниями», он где-то 99-го года. То есть, ему, сколько уже, ну, где-то 21 год этому фильму. То есть, я его смотрел несколько раз, а вот когда я... Ну, понял только сейчас, да? Да, смысл этого фильма. И вот только после ЗАГСа я понял, вот когда я сказал, я хочу, чтобы паспорт остался у меня, эта женщина, ее как будто подменили, она вообще другая стала. Она не то, что за меня стала, она чуть ли не это, как будто, не знаю, с ног на голову ее перевернули, понимаешь? Да. Так она же потом еще, знаешь, что, я же там это, когда расписывался, я прям писал, человек-мужчина, там, без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность, ну, еще что там, я там не помню, что-то еще дописал. Ну, короче, большая такая у меня роспись получилась. Вот, и потом, ну, в эту графу, в нее, которую она распечатывала, я это все влезла, а потом надо было расписаться в журнале учета. И то есть, и она этот журнал открывает, и там такие мелкие строчки, ну, знаешь, там, да, там, на всю длину, мелкая строчка такая, и она сама мне говорит, а вы знаете, говорит, ваша длинная подпись тут вряд ли поместится, поэтому я вам предлагаю вот чуть выше написать. Ага. Между строчек. Мне впервые сами предложили между строчек написать, понимаешь? Ага. Ну, ну, ну. И я взял свою зеленую ручку, и там же в этом, и там все, вот она пролистала, там все, синие ручка все расписывались, а я взял зеленый, между строк расписался. И все то же самое написал. Человек-мужчина там без ущерба, без акцепта. Мелко написал, но все вместилось. Да, да. Ну, да, да. Надо, вот, блин, надо правильно формулировать свое желание. Вот. И слышать, что они тебе же, они же тебе говорят подсказки. Потому что несколько раз спрашивают. Нет, давай подытожим вот этими двумя словами. Я хочу всегда проявлять свою волю правильно через свои слова, вот эти вот, я хочу. Да, да. Я хочу правильно проявлять свою волю. И правильно это носить, чтобы... Наилучшим, самым наилучшим образом, да, и так, как будет лучше для меня. И для всех. Ну, и для всех. Ну. Не, ну, если бы моя-то воля, то, как бы, в первую очередь для меня. Ну, как сказать, не нарушая друг... Ну, как это... Других пространств или чего там. Волю других людей. Да, воля других людей, да. Совершенно верно. Да. Ну, а я, в общем, очень много вообще... Как бы, трансформация со мной очень большая произошла. То есть, то, что я раньше не понимала, я не понимала, да, допустим, что ты говоришь, что там не уговорит. То есть, вот, два года назад для меня это были какие-то странные вообще слова. И не понимала я, что это такое, что это значит, как... Да мы сами не понимали, но мы понимали, что мы движемся в правильном направлении. Мы, вот, меня всегда спрашивали, типа, вот я говорю, вот то не так, это не так. Они говорят, а как должно быть? Я говорю, я не знаю, как должно быть. Но я точно знаю, как не должно быть. Да, да, да. Вот так не должно быть, вот так не должно быть. А как должно быть, давайте все вместе разбираться. Думать, да, читать, разбирать, да. Совершенно. И вот я прям тоже говорю, со мной вот прям такие... Ну, дети у меня тут что-то не хотели делать, значит, там. И у меня такое отчаяние, знаешь. Я прям так на взрыв заплакала. Я говорю, вот я так вот, знаешь, бьюсь, как бы, да, вот за это, то есть защитить вас там, что-то сделать там, чтобы вот улучшить вот это вот. И мне так стало горько, то есть я не то, что там злилась на них или еще что-то, а просто мне стало горько, обидно. И я такая стою, плачу, муж ко мне подходит, меня обнимает, и я плачу ему на плечо и говорю, я теперь Бога понимаю. Он смотрит на нас, на всех, и думает, вот как же вы, дети мои, сами вот это допускаете. Вот вы же сами себе делаете вот там плохо, да, там этого не хотите, еще там чего-то не хотите. И вот он смотрит на нас, ну, как бы, сверху, и вот так вот, как бы, нас жалеет, как бы, детей. Но сделать-то ничего не может. Правильно, не может, потому что Творец дал свободу воли, свободу воли человеку. Да. А человеку ее не проявляет, он не, он, он говорит, он постоянно говорит, как он не хочет, а как он хочет, он молчит. А как хочет не говорить. Да, он не говорит. Вот, вот, и мне прям, ты понимаешь, я вот зарыдала на взрыв, именно вот так, вот как будто бы, знаешь, почувствовала себя, ну, то есть я же вот родитель, и мои дети там чего-то делают, ну, такое, да. И я вот на взрыв, и я это проецировала, как бы, на нас, на всех, на людей-то. Что все люди требуют, да, от Бога, вот Бог, ты там, ля-ля-ля. А сами-то вы что для этого сделали? Ты пойми, я вот давно пришел к выводу, что Творцу деваться некуда. Он в любом случае обязан, как сказать, раз он дал свободу воли, ну, если он подарил подарок, то он за этот подарок отвечает, правильно? Ну, да. Если человек сказал, я хочу выпить, ну, Творец ничего не может с этим делать, он делает так, что человек выпьет, понимаешь? Если у него внутри, в душе, вот он выразил такое желание, я хочу выпить, все. Я это поняла, да, я для себя поняла, я сейчас еще с большей ответственностью, да, подхожу к каким-то делам, я уже не такая вспыльчивая, не такая агрессивная, какой я была раньше, ну, то есть. Два года назад я, допустим, ходила в школу, я немножко по-другому разговаривала, там как-то у меня тряслися коленки, руки, ноги, голова, я чего-то там еще боялась. То есть сейчас уже у меня совершенно другое состояние, настроение и понимание, и я понимаю, что они, не знаю, ну, вот как дети, которым тоже надо объяснять, которые вот, конечно же, должны сыриться. Это не дети, это не дети, это учителя. Учителя, кто-то нет, ну не все, кто-то учителя, кто-то дети, кто-то... Подожди, послушай, послушай, у каждого из нас, вот меня спрашивают там, типа, что, как ты, там кто-то кого-то обзывает, и, допустим, он там про губернатора какую-нибудь гадость скажет, я говорю, не сметь оскорблять моего учителя. Это мой великий учитель, я с ней разговаривал два раза, и она меня многому научила, как с ней разговаривать. Так вот, у меня позиция всегда двойственная, я одновременно и учусь, и учу. Я же тоже для нее учитель, понимаешь? Она же тоже чему-то у меня учится. Да. И, соответственно, вот ты иногда... Как тебе сказать? Ты видишь человека, если ты видишь только в нем учителя, это неправильная позиция. Ты в нем должна видеть и ученика. Еще и ученика. Ты должна... Донести ему правильно. Смотри, смотри, всегда нужно быть в двойственной позиции. Со стороны, как учитель, ты должна научиться еще лучше учить, правильно, учеников? А как ученица, ты должна еще лучше научиться учиться у своих учителей. И вот так вот, двухсторонний обмен. Почему я говорю не благодарю и не спасибо, а именно благодарствую? Благодарствую – это обмен благом взаимно. То есть, в обе стороны. В обе стороны. Я уже давно забыл, я уже не помню, когда я последний раз слово «спасибо» произносил. И «благодарю» не говорю, потому что «благодарю» – это в одну сторону дарю. Да. Да, понятно. А «благодарствую» – это вот я получил какой-то опыт от учителя, да, и я даю ему взамен тоже как учитель ему. То есть, у нас взаимный обмен опытом. Я его научил, он меня научил. Я у него научился, а он у меня научился. Вот это «благодарство» называется. Угу, угу. Все понятно. Ой, классно. Ну, слушай, классно. Ты вот мне тоже вот видишь, как все это прям по полочкам разложил. Мои недопонятки. Так я это, я же говорю, два года назад меня пытают электрошокером, пакет на голову. Я выхожу, говорю, благодарствую, все ржут. А захожу в камеру, говорю, ты что, псих, что ли? Я им поясняю, говорю. Вот пристану я перед Творцом, если он будет судить меня и тех, кто меня пытал. Он так посмотрит. Так, они что сделали? Они электрошокером били человека против его воли. Одевали ему пакет против его воли. Нарушили кон свободы воли. Будут нести ответственность. Так. А он что сделал? А он сказал благодарствую, все. Он даже плохой мысли не допустил внутри своей головы, понимаешь? Да, да. За что его судить? Не за что? Все верно. Все вот прям. Как хорошо, что я с тобой поговорила прям. Так я тоже что-то вот с тобой поговорили днем. Я там занят был. Я думаю, блин, надо позвонить, что-то надо договорить, что-то недосказанно было. Да, да, да. Ну, видишь, у меня еще не полностью это все было решено. А сейчас-то к вечеру тоже все разрешилось. Ладно, я тоже благодарствую, что мы с тобой пообщались так хорошо, плодотворно. И многому ты мне разъяснил тоже. Да, да. Хорошо, давай. Давай, давай, благодарствую. Давай, давай, пока. Алло. Антон, мнение выдают на почте, потому что я красная ручкой заполнила. Ну, скажи, нет такого нормативного права акта, который... Ну, я им говорю, что нет такого нормативного права акта, что она меня заставляет переписывать с синей ручкой. Токсируй на видео, что отказывают. Начальник отделения вызывает, фамилия, милотчество. А это она начальника есть? Пиши жалобу на начальника отделения. Книгу жалоб предложений требует. Книгу жалоб не звать. И попросите меня, на что она справится, да? Да. И посмотри, там вокруг должен быть телефон 8800. Типа, если вы прождали больше 10 минут в очереди, звоните. Вот, звони туда и жалуйся. Ну, потом это позвонишь в следующий раз. Давай. Алло, привет, еще раз. Выдала? Ну, замечательно. А что сработало? Позвонила на горячую линию и я же... Ну, как? Желомка, зверь? Не, ну, я же встаю в холле и разговариваю. Ну, то есть я ей там объясняю. Она мне там тоже там да-да-да, и что там... Запись телефона сохранилась? Вроде да. Надо проверить. С кем мне, пожалуйста. Ну, я ей говорю, что ты записывайте именно так, как я вам говорю. Да, у меня строчки не хватает. Я говорю, не надо мне про ваши строчки рассказать. В общем, она сначала-то, ну, как, с этим, как это сказать, с напором. Типа, нет и все. Ну, ты-ды-ды, нет. Я, ну, значит, я книгу жалов, спокойно стою, записываю. Опять красная ручка там записываю. Вот она. Нельзя записывать. Я говорю, ну, где написано, что нельзя-то? Дайте мне документ. Мы уже писали в нашем. В нашем они писали уже. Я говорю, значит, еще раз напишите. Знаешь, что произошло? Что? Где-то неделю назад я был на почте, на нашей, на пятом отделении. Ага. И, короче, они все в масках были. Я спрашиваю, а что у вас опять обязали носить маски? Они говорят, да. Я говорю, а что случилось? С вами говорят, а вот там в каком-то отделении, по-моему, в третьем, что приходил Роспотребнадзор и я штрафовал. Я так и не понимаю, то ли отделение, то ли каждого этого почтальона. Короче, они перепугались и начали опять носить маски? Нет. Ну, она у них висит на подбородке. Ну, другая там, которая ходит, нет, вообще у нее нет. Ты на видео ничего не фиксировала? Нет, я не фиксировала. Да я знала, что сейчас разрешится. Я спокойная была просто для, как это сказать, для пущей. Потому что я не сталкивалась ни разу с почтой, я поэтому... А ты говорила волшебную фразу? Ну, конечно. Я хочу получить письмо. Нет. Я хочу использовать красную ручку. А, точно. Нет. Ну, я как бы силу разума с помощью рода. Я призываю силы природы. Я буду расписываться так, как хочу я. Но она мне... Вот там вот слова. Ну, я, значит, сообщаю это по телефону-ка. Что мне отказывают, потому что ссылаются на то, что я пишу красные пасты. А она мне опять... Ну, так пусть она возьмет эту самую. Напишите синий. Я говорю, вы не поняли меня. Я хочу красной пастой писать. Мне не надо предлагать. Вот, вот. Я хочу красной. Вот после этого... Ну, вот. Да, да. Я читала. Подожди. После этой волшебной фразы включаются какие-то необъяснимые механизмы. Я не знаю. Тонкий план там что-то. Надо, кстати, обратиться к зрячим. Пускай посмотрят, что там происходит, когда человек говорит, я хочу. Кому обратиться? К зрячим. А, все, понятно. Есть у меня знакомые, которые на тонком плане все-все-все это видят. Ага, понятно. Ну, вот и все. И она смотрю, пока я разговаривала по телефону, она уже переобувается, ходит. Уже все, у нее уже взгляд другой. Она не перебивается. Она переворачивается после слова «я хочу». Вот как только ты сказала, а я хочу красной ручкой. Вот после этого они сами не понимают, что с ними происходит. Да. Все. И все, с ней что-то случилось. Она распечатала мне, правда, новый бланк. Ну, потому что я это просто так написала. А она, ну, вот это самое. А там уже пропечатано. Пас, сортерия, номера. У меня просто было на бумажке накрякано. Это. Я такая. А она мне раз опять синюю. Я говорю, вы что, мне опять синюю ручку даете? А она, нет, нет, что вы. Раз убрала ее. Я свою красную беру и все, стою, пишу. Ну, замечательно. Ну, и все, она. Всего хорошего. До свидания. А ты позвонила, я спал, короче. А, то есть. Да, и такой, это, думаю, сейчас в это обратно посплю. А сам уснуть не могу. А, думаю. У меня мысли крутятся. Блин, а если не сработает, что дальше? Надо еще что-то придумать. И, короче, думай, думай, думай. Ты позвонишь. Ну, не, я так и предполагала, что сработает. Не сейчас. Так, знаешь, завтра они мне позвонят. Это вот смотри. Это я был, это, как говорится, посреди ночи меня разбудили, да? Вот я такое выпалил. А если бы я был вот сейчас, вот как мне позвонила ты, я бы тебе сразу сказал, воля заявляйся. Я хочу красной ручкой писать. Да, 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 да. Но я вот так и это. Я не знаю, что тоже как бы происходит. Почему ты, как это сказать-то, забываешься это произнести или что? Конечно, конечно, конечно. Как-то у тебя сбивается этот момент, что ты хочешь этого, ну, как бы проговорить это. И потом это то ли само по себе происходит, то ли ты вспоминаешь это. Ну, в общем, так-то вот тоже какое-то происходит непонятное действие. Я же говорю, я в ЗАГСе, ну, где-то, не знаю, минут 30 с ней бодался по-всякому. И так, и эдак, по-всякому я крутил, но бесполезно. И потом я все отчаялся, думаю, ну, ладно, последний вариант. А я хочу, чтобы паспорт остался у меня. Ну, ну, ну. Ну, вот, видишь, вот я забываю, понимаешь, что это вообще для слова. Ты фильм-то посмотрела «Ослепленные желаниями»? Да нет еще «Ослепленные желаниями». Посмотри вместе с мужем. Классная комедия, вообще ржачная. Да, да. Это комедия? А еще это, знаешь, какое мы смотрели? «Прекрасное зеленое». Не смотрел такое? Там тоже вот именно. Смотрел? А, «Ослепленные желания». «Ослепленные желаниями». А у меня это, на работе, я же работаю еще. А ты видео мои не смотрела про маски с диоксидом титана? Смотрела, конечно, смотрела-то. Я послала у нас тут на работе женщина есть. Говорит, по-два у нее муж там работает. Я ей отправила. Я говорю, вот я тут на работе. Они, ну, когда вот мы вышли в сентябре, в августе, и они начали одевать маску, маску. Ну, и они мне. Маску одевай, я не буду. Ага, она мне там что-то... Ну, начальники, я имею в виду, все. Потом другой идет. Маску одевай, я не буду. Другой идет. Маску одевай, я не буду. А директор у нас так, хоббит без маски. Она мне опять подходит. Ты почему не одеваешь? Я говорю, вот когда директора денег, тогда, может быть, и я одену. И тоже спускается директор в маске. Ну, я, значит, думаю, ну, дай поприкалываюсь. Оделаю эту тряпку, и она идет. И я ей так демонстративно. Я говорю, вот, видишь, директор в маске прошел. Я тоже одела. Ну, то есть, как сказать, подколка, что ли. Потом ладно, опять. А мое внутреннее, понимаешь, противостояние такое, даже если есть эта тряпка на подбородке, я не могу. Вот она меня, понимаешь, прям моя воля мне не дает этого сделать. Ты видел видео из этого, из суда, про этого Киржанова, про судью? А вот кто-то еще нет, не посмотреваю. Посмотри. Я там, когда меня что-то принуждает, говорят уже, сейчас применим физическую силу, ну, короче, все уже кирдык. Либо одеваешь, либо, это, встреваешь. Да. Либо что-то делаешь, либо встреваешь. И я говорю такую фразу, под принуждением, под угрозой, под вашу ответственность. Угу. Тем самым я перекладываю всю ответственность, как тебе сказать, за то, что это, как тебе сказать, я этим самым обозначаю перед Творцом, перед всеми вообще, что в данном случае нарушает кон свободы и воли. И вся ответственность за это ложится на того, кто меня принудил. Угу. И получается, это не мое добровольное согласие, это под принуждением. Как, что раз, под принуждением? Под принуждением, под угрозами, под вашу ответственность. А. Угу. Ну и, в общем, они мне вот это вот ходили все время, говорили, говорили, говорили. Медик подойдет, скажет там, еще кто-нибудь, зам какой-нибудь, еще кто-нибудь. Я, нет, я вам сказала, нет, не буду. Ну и все, значит. И все. И после этого, как я знаю, сколько раз я вам об этом сказала, что нет, сейчас можешь приехать ко мне на работу, посмотреть, что все в масках, я одна без. И они ходят со мной, разговаривают со мной. Ну, там, по каким-то там рабочим моментам, общаются со мной. То есть я нормальный человек, а они все в намордниках. А ты где работаешь? Это что такое? Нет, что делаешь-то? А, да ничего не делаю. Где все люди ходят. А, то есть клиенты видят, да, что ты без маски? Конечно, все ходят. Все дети ходят, все родители, все ходят. Я одна такая, все остальные, все детей стреляют в лоб. Это, понимаете, намордними. Заходит, говорит, а у меня типа этот аппарат стоит, как мне пройти мимо этой рамки? Ну, мы знаем, я, конечно же, подсуетилась. Говорю, охранник, ты отключи, пусть она войдет. И идет этот, под безопасностью у нас есть один товарищ. Я его спрашиваю, я говорю, вот, женщина не может пройти через рамки, потому как ей нельзя. Как мы будем с этим, этот вопрос решать? Он говорит, ну как, пусть сюда не ходит. Ни хрена себе. Да, сидясь. А он справку какую-нибудь предоставил, что у него клапан? Нет, нет. Ну, люди, понимаешь, тут такие все люди ходят. Они принимают все эти правила игры, они не задают вопросов. То есть не нашлось еще человека, который бы пришел и начал задавать какие-либо вопросы. Не было еще такого. Поэтому они тут что хотят, то и творят. Вот тебе и это разделение. Впервые пришел вольный человек, у которого есть воля. Я, конечно, на это все смотрю. У меня, естественно, ну, мне это нравится. Мне тяжело это видеть, да, как вот это вот бедные дети подходят под этот градусник, как, ну, с этими намордниками. Я администраторам, конечно же, проговорила, что вы делаете... Принуждаете. Принуждаете, да. Само просто. Да, да, да. Вот, то, что вы как бы вообще, ну, что вы творите, посмотрите, что вы делаете. Я говорю, я в этом участии не принимаю, я в эти игры не играю, ко мне вообще не подходить ни с какими масками, перчатками и так далее и тому подобное. Все. А вы, говорю, будете нести за это ответственность. За то, что вы сейчас творите вот это вот беззаконие. Вот. Я предупредила об этом. Вот, молодец. Ну, а изменить как бы я даже не могу, например, сказать детям. Дети, вы этого не делаете. Да, дети там, то есть, сказать, нарушать, понимаешь, это же их... Ну, а что дети? Дети, они же привыкли доверять взрослым и слушаться. Они привыкли доверять взрослым. И вот, получается, сейчас вот все взрослые стали как дети. Им что сказать, что они делают вообще? А их родители, они не проявляют никакой заинтересованности ни в чем. Даже та женщина, у которой стоит этот аппарат, она даже не попыталась отстоять вообще никакое свое право на то, чтобы войти. И что, она ушла? Ну, то есть, ну да, это ребенок ушла. Охренеть. Она ребенка, типа, вот так вот доводит до этого, ну, до рамки до этой. Ну, все, ребенок заходит, а она, ну, вот такие вот дела. Охренеть вообще. И вот, действительно. Скоро, знаешь, в это, и задут приказ, типа, всех, кто достиг, там, сорокалетнего возраста, сжигать в крематории. И все будут сами приходить. Ну, вот точно. А бабушка приводит своего, это, сына сорокалетнего. Сдает, проводит это. Смотри, как дым идет. И идет спокойно домой. И вот ты говоришь, есть у тебя человек, который видящий, ты, да, может посмотреть. Вот, действительно, мне тоже очень хочется посмотреть, почему так. И они уже вообще, никто у меня ничего не спрашивает. Никто у меня ничего не говорит. Это просто удивительно, понимаешь? Ну, если что, у тебя есть волшебная фраза. А я хочу без маска. У меня есть, конечно. Я так и делаю, это естественно. Просто, мне просто удивительно. Мне даже хочется у них спросить, что случилось. А потом думаю, да ладно, что я буду. Не-не-не, не дергай их. Не дергай, а то они это. Воспримут это как издевательство, типа. Я им наоборот, как бы, посылаю. Говорю, ой, да вы такие хорошие, такие молодцы. Вы вообще мои учителя. Учите меня всему. Я многому благодаря вам начала читать какие-то документы. Смотри, 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 по поводу учителей. Есть не только учителя, есть еще преподаватели. Учитель, преподаватель, наставник. Ученик. Нет, подожди. Я говорю про тех, кто может дать какой-то опыт. Что-то дать. Угу. Учитель, учителя, они просто учат, они заучивают. Они вот где-то что-то прочитали, сами это не проверили и пытаются других учить на основании этого. Это самый низший этот. Ну, не смотрела фильм «Замысел»? Смотрела. Вот там это все. Учитель, у меня пока тяжеленький. Вот там это все поясняется. Угу. Учителя – это низший уровень передачи опыта. Угу. Вот если тебе кто-то там начинает говорить какие-то заученные фразы, там типа «Борода – это богатство рода», хотя не приводит ни источник, ничего, никаких доказательств не приводит. И своего опыта, мнения по этому поводу нет. Вот это учителя. Угу. Вот. А потом идут наставники. А, преподаватели. Подожди. Да, по-моему, наставники идут, которые наставляют на путь, что надо идти в основном направлении. Надо то-то, то-то попробовать. Это все. Вот ты мне сегодня позвонил, а я попытался тебя наставить, куда, в каком направлении двигаться. Угу. Угу. Я тебе не сказал, что именно делать, какие фразы говорить и все такое. Нет. Я тебе не прислал документы, которые я где-то нашел, еще что-то. Я тебе сказал, в каком направлении действовать. Вот это наставник называется. Угу. А есть еще преподаватель. То есть, при это на будущее давать. То есть, если бы мы с тобой встретились, и я тебе на будущее рассказал, что у тебя может возникнуть такая ситуация на почте, и надо действовать вот так вот так, то-то, то-то, то-то. И чтобы вообще это избежать, нужно это вот так-то, так-то делать. Угу. То есть, опытное опережение называется. Угу. Понятно, понятно. Понятно. Теперь понятно. Вот это самый ценный опыт. То есть, это третий уровень. И там, по-моему, в фильме еще про какой-то четвертый говорится, про изобретателей. Я не помню, что там они говорят. Надо пересмотреть. Это фильм, я так понимаю, эти, ну, типа масоны или кто там, высшая элита сняла. Потому что фильм очень качественно сделан. Замысел который? А? Да, да, да. Или замысел, да? И люди, по словам инсайдера, они обязаны выдавать периодические знания. И вот они через этот фильм знания выдали. Угу. Ну, естественно, все зашифровано. Конечно, конечно. Затолковать. Там надо каждый кадр, каждое слово, каждую букву слушать. И думать, осмыслять, осознавать. Это точно. А вот этот фильм «Ослепленные желаниями», там, одна четкая мысль преподается. Это то, что надо использовать слово «Я хочу». И все. И весь фильм вокруг вот этой фразы, короче, крутится и показывается. Что хотел, то и получил. Что хотел, то и получил. Угу. Ладно. Пошлаем. Давай, благодарствуй, что позвонила. Давай. Поздравляю тебя с победой очередной. Да. И над тобой, и над ними. Да, 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 да. Ага. Давай тоже. Пока тебе. Счастливо. Ага. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok